Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Не каждое животное способно приспособиться к жизни в условиях постоянно засухи. Основные обитатели пустынь – змеи и насекомые, а из крупных млекопитающих, здесь способны выжить лишь феник, кенгуру и верблюд. Верблюд самый крупный из пустынных жителей, его вес может доходить до 800 килограммов, поддерживать работоспособность организма такой массы совсем непросто. В то же время верблюды в пустыне встречаются часто, люди используют их для перевозки грузов, ведь животное может спокойно нести нашу весом до 500 килограммов. В школе нам рассказывали, что в своих горбах верблюд верблюд накапливает жир, который дает ему и пешу и влагу тогда, когда доступа к ним нет. Ученые сделали еще несколько не столь известных открытий, например у млекопитающих эритроциты круглые, а у верблюдов овальные. При обезвоживании кровь становится более густой, но из-за особенной формы эритроцитов у верблюдов она продолжает течь по венам с прежней скоростью. Вся кровеносная система животного создана для того, чтобы лучше удерживать влагу. Ноздри верблюда не только широкие, но и отличаются особой формой. Когда животное выдыхает, пара седает на ноздрях, конденсируется и стекает в рот, позволяя получить необходимую влагу. Природа дала верблюдам способность самостоятельно регулировать температуру тела, ночью она составляет около 35 градусов, а днем 41. Это способствует уменьшенному потоотделению. Без риска для здоровья верблюды могут потерять четверть накопленной в организме влаги, при том, то для других животных потеря даже 15% связана с серьезными рисками для жизни. В еде верблюды не переборчивы, они могут полакомиться старой подстилкой из финика и колючками. Отличает их и отменное здоровье, которое обеспечивает особое устройство иммунной системы. Иммунитет верблюдов полностью справляется со своей задачей. Животные не подвержены вирусам, в частности, им не страшна чума и ящур. Антитела просты по своему строению, поэтому есть шанс, что их удастся воссоздать искусственным путем. Клетки антител небольшие по размеру, ученые рассматривают возможность вводить их в клетки человека для борьбы с вирусными инфекциями. На случай, если верблюд все же заболел, в качестве лекарства используют ядовитых змей. После длительных странствий по пустыне верблюд может отказаться от еды и воды, в таком случае погонщики силой открывают ему рот, кладут туда ядовитую змею и наливают воду. Змея и ее эд перевариваются в желудке животного, заставляя его как следует пропотеть. Лишняя влага покидает организм и самочувствие улучшается. В такие моменты верблюдов начинает мучить жажда. Обильное питье заканчивает процесс лечения. С помощью змей кочевники лечат не только верблюдов, но и лошадей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.